А у старшеклассников и студентов на повестке дня экзамены. Восполнить пробелы в знаниях помогут библиотеки. В главном хранилище книг областной научной библиотеки имени Асеева побывала наша съемочная группа. Библиотекари посчитали треть всех читателей молодежь. В период экзаменов актуальность приобретает учебная и научная литература. Специально для абитуриентов в Асеевке работает тематическая выставка «Вам будущие студенты». Хотя читают не только то, что требует программа обучения. Юношам и девушкам интересно все. Классика и современные авторы, фантастика и детективы, поэзия и проза. Книга может стать верным спутникам во время летнего отдыха. Знаете, вот каждая буквально книга находит своего читателя. Нельзя так сказать, что кто-то читает только классику. Нет, вот и классика, и современная литература. Молодежь читает, читает и читает с удовольствием, и читает очень много, и мы этому рады. Век современных компьютерных технологий на виртуальный формат переходят и курские библиотеки. Интернет-конференции, например, дают возможность живого общения с писателем. После 10 лет работы в читальном зале я полностью опровергаю, что телевидение и интернет отрицательно и пагубно влияют на читательские интересы молодежи. В первую очередь, например, рецензии в интернете добавляют нам новых читателей в библиотеку. После просмотра сериалов телевизионных доктор Живаго, мастер Маргарита приходят и хотят познакомиться уже с оригиналом. А вот Екатерина Герман привыкнуть к электронному формату не может. В этом году и предстоят выпускные экзамены. Готовиться к ним проще в читальном зале, уверена девушка. Тишина и рабочая обстановка обеспечены. В библиотеке все-таки своя атмосфера, и читать именно более напечатанные издания намного приятнее, чем смотреть их на мониторе. И все-таки в библиотеке тихо, никто не отвлекает. Всемирная паутина библиотеке не замена. Книги в классическом бумажном исполнении по-прежнему популярны. Каждый год научную библиотеку имени Асеева посещают 32 тысячи курян.